всем привет с вами снова на гвале мы продолжаем играть в архейдж и сегодня будем подводить итоги прошедшей неделе что же нового интересного произошло за то время пока я отсутствовал на канале сразу извиняюсь за столь долгое отсутствие на то были свои причины но сейчас в принципе все нормально можно продолжать в прежнем режиме ну и как и могли заметить я нахожусь сейчас на новом месте в долине талых снегов то есть я полностью переехал все мои постройки все мои пугало полностью я перевел в новую локацию в долину талых снегов мы собственно для чего вообще это было нужно но во первых мне нужно было поставить два пугало 24 на 24 вместо старых 16 на 16 и на старом месте в плато соколиной охоты там попросту не было места вот сейчас у меня получается всего 8 пугал 24 на 24 ну вот собственно их здесь и видно 1 2 3 4 5 6 7 8 8 пугал и дом с лабораторией дом с лабораторией по-прежнему расшарен на всех единственное что теперь он доступен даже и для запада и для пиратов и для же скаев вообще для всех потому что в долине талых снегов безопасную область для всех фракций также часто спрашивали если где-нибудь расшаренный дом с домницей вот я решил поставить домница домница нужно для того чтобы переплавлять слитки анаде так что теперь если кому нужна домница вот пожалуйста на здесь стоит в общей сложности на переезд я потратил где-то тысячи четыре голды больше всего ушло на этот дом потому что его нужно было либо строить заново либо снести со страхованием но в итоге оказалось что сносить со страхованием все-таки было дешевле потому что здесь нужно было купить 17 бумаг домовладельца а суммарно они стоили меньше чем необходимые ресурсы для постройки дома заново также тут еще куча свободных мест вокруг моего дома тут можно поставить еще много пугал 24 на 24 дома там даже дом на дереве влезет может даже резиденция сюда войдет не знаю так что если кто-то часто крафтит на моем доме или они телепортироваться постоянно сюда то пока места свободны можете ставить свои дома здесь ну и насчет того как же сюда добраться телепортируйтесь в дом региональной общины и в долине талых снегов справа дом общины слева порт для дирижаблей и покоделка ну и сразу за этими палатками вдоль моста внизу прямо вот в эту развилку дорог глядите на гладере ну и мой дом с лабораторией можно легко узнать по золотым клумбочкам вокруг этого дома так еще хотел сказать по поводу прошлого видео насчет заработка на выращивание сене и там было много неадекватных совершенно комментариев по поводу того что типа я использую свои видео свой канал и для того чтобы обрушить рынок чтобы обрушить цену на тот или иной ресурс чисто ради своей личной выгоды чтобы самому купить подешевле это абсолютный бред когда я выложил это видео цена была 485 сейчас цена 450 460 и колеблется туда-сюда как видите в принципе ничего не произошло какого-то катастрофического обвала цен нет и в принципе это физически невозможно взять каким-то одним видосом в 4000 просмотров обвалить цену в 3-4 раза этот ресурс фармить слишком много людей просто так вот обвалить цену на него вообще никак не получится почему получилось индюшатиной потому что индюшатиной до того как я выложил видео занималось буквально пару человек всего объема продаж были там полторы-две тысячи в день даже сейчас вот и очень мало на аукционе а полторы-две тысячи и индюшатиной может вырастить там буквально один человек за сутки и чисто потому что я выложил видео этим решила заняться больше людей и поэтому произошел такой резкий обвал цен потому что этим занимались единицы пару человек всего со всех серверов буквально но выкладывали всяком случае эту мешатину на аукцион со шкурой такая фигня никогда в жизни бы не получилось потому что ей занимаются как минимум там сотни или не тысячи людей ну тысячи вряд ли но пару сотен точно ее выращивают то же самое насчет дождевых червей вот когда я выложил видео там давным-давно и до сих пор цена вообще не изменилась наоборот он даже немножко вверх идет то есть тоже нет никакого обвала рынка так что хватит выдумывать этот бред от реально как говорится чем чудовищнее ложь тем скорее в него поверит так вот и в комментариях выдумали этот бред мол типа я там специально обваливают цену чтобы самому дешевле закупиться вот ну получилась такая коварная теория заговора люди в это поверили ну естественно ты ж блин нагваль задумал такой коварнейший план обвалить цены на ресурс за счет своего видоса и закупиться подешевле тоже гениально и пофиг что этому нет никаких доказательств пофиг что факты как раз таки показывают обратное что ничего практически не изменилось людям насрать на факты им больше нравится такие вот невероятной теории и они у них поверили и начали меня в этом обвинять это просто жесть я просто фигею с людей честное слово если происходит какое-то изменение цены вот на популярные ресурсы какие я выкладывал видео по червям и по коже то там буквально максимум 2-3 процента отклонения какой-то выгоды лично мне это вообще никак не принесет никоим боком эти видео я делал с одной простой целью если вы там два-три дня отсутствовали в игре либо не заходили зашли в игру у вас стоит пустой пугал у вас 5000 очков работы вы не знаете что с этим делать что можно по-быстрому посадить чтобы слить все очки работы и немножечко выручить голды вот выращивайте червей выращивайте свиней индюков и все вот вам профит быстрый просто и не надо напрягать мозги по поводу того чтобы сейчас посадить на этом пугале вот все просто понятно без всяких там коварных теорий заговора а если и происходит какое-то там изменение цены на тот или иной ресурс который показал то это либо просто совпадение либо там в мое влияние будет абсолютно незначительно как и говорил два три процента в течение первых двух дней все на чтобы действительно ощутимо сбить цены на тот или иной ресурс то это нужно вдалбливать в течение долгого времени постоянно например как и получилось тогда раньше с расходкой когда я каждый день в течение почти двух недель показывал как я крафчу красные банки продаю их на аукционе получаю хороший профит людям это понравилось они начали просто тупо повторять из-за чего повысилось предложение на аукционе спрос остался прежним поэтому цена начала падать поэтому я не показываю свой способ заработка потому что он у меня опять постоянный и не хочу чтобы люди просто повторяли и опять начали сбивать цену все а то что я показываю такие видео с расчетом это чисто краткосрочный временный заработок когда вам нужно срочно слить куда тачки работы либо просто получить какой-то стартовый капитал для более прибыльного другого способа заработка и все никаких коварных теорий по поводу того чтобы обвалить цену лично для меня чтобы я мог закупиться подешевле большим количеством ресурсов честное слово бред еще один момент когда я рассчитывал профит с выращивания свиней я допустил там некоторые погрешности конечном результате я не учитывал затраты на лекарства для скота и не учел 2 заболевшие свиней там по идее было не 100 свиней а 98 и да если их добавить расчеты там немножко будет другая цена но в целом там плюс минус 2 голды они погода не сделают смысл было не в этом как бы не привести точные расчеты я же вам не траекторию полета на марс рассчитывая там где один миллиметр отклонения этого пойдете не на марс и на юпитер это чисто показательный приблизительный расчет на случай если вдруг вы захотите вырастить одну-другую сотню свиней и заранее хотите знать примерно какой профит вы с этого получите плюс минус 2-3 голды это уже чисто рандом зависит от того сколько у вас свиней заболеет как вы делаете лекарства для скота покупаете или крафтите сами так далее точно также не имеет смысла приплетать сюда и стоимость очков работы исходя из стоимости премиума типа учитывать стоимость жетонов сколько стоит очки работы в месяц сколько там получается стоит 1000 очков работы вычитать эту цену из итогового результата и так далее ну с тем же успехом имело бы смысл вставить в розетку ватт метр посчитать сколько электричество сожрет мой комп пока я нахожусь в игре сколько идет на оплату интернета за это время сколько я потрачу на коммуналку за этот день то есть тут уже нужно еще и брать в расчет тарифы из разных регионов страны а еще же надо перевести реал в голду получается я же не буду в реальных рублях рассчитывать профит со свиней правильно нужно перевести в голду по какому-то конкретному курсу который заранее не известен значит еще нужно и астропрогноз на курс валюты учитывать здесь но продолжать можно бесконечно а вот чего ради в чем смысл просто придраться к мелочам показать какие вы умные ну молодцы чё съешьте печеньку я же показал чисто общий расчет который по большей части у всех будет одинаковым а как вы покупаете премиум за жетоны либо за реал кто-то там у мамки спер с кредитки 300 рублей купил премиум кто-то сам заработал кто-то покупает премиум на три месяца кто-то на полгода и так далее это уже чисто индивидуальные моменты которые у каждого будут свои поэтому нет смысла учитывать их в общих расчетах ладно короче проехали что же касается второй части обновления 3.0 который скорее всего будет установлена в этот четверг я в принципе был на тестовом сервере видел этого босса немного там полетал на этих крыльях но если честно мне как-то не особо понравилось и вот как мне кажется вот вангую буквально что этот босс он будет абсолютно не актуален там его пофармят раза два-три его убьют и забьют на него скорее всего потому что он никому нафиг не нужен это очередной гильдийный контент который большинству игроков будет недоступен и не знаю вроде бы как корейцы говорили что пытаются как-то противодействовать формированию односайдовых серверов но все что они делают как раз таки именно способствует тому что образуется именно односайдовые сервера то есть одна ли максимум 2 топовые гильдии фармит весь контент весь контент который двоится в игру там будь то осады новые боссы все это подгребает под себя какая-нибудь одна топовая гильдии всего 90 процентов игроков сервера не имеет доступа к этому новому контенту взяли бы лучший пример с того же даскшира профита какого-то существенного там нет абсолютно но туда ходят толпы игроков туда ходит практически все огородники кровавая роса тоже какого-то профита нет но туда ходят толпы людей посмотрите за пять минут до начала росы либо доскры что творится возле порталов там стоит толпы рандомов а посмотрите за пять минут до начала спрутов легкой бурит там таких толп нету и близко там стоит пару человек это основном представители какой-нибудь одной гильдии которые опять же фармит все это дело то есть основа в чем нет никакого общедоступного контента все что не вводит все подгребается какой-то одной зерга гильдии под себя и все а что такое одна зерга гильдия это максимум 100 ну если там фракция там 200 человек а что такое 200 человек это 10 процентов от общей численности сервера получается остается 90 процентов игроков и что им остается это доскшир роса и огороды возить паки и сидеть на огородах все а потом убежается что игра чисто для паковозов и огородников но естественно больше ты нет контента для игроков весь основной контент он загребается чисто одной зерга гильдии в которую весь сервер вступить но никак не сможет поэтому остается ходить там на доскшир росу ну и возить паки копаться в огородах вот и все вот например взять из ока бури убрать нафиг весь маринит вообще никакого маринита никаких паков никакого профита чисто квестик на хонор и награда конь там типа как на доск шире шкатулка с знаками отличия и отвечаю на эту оку бури стала бы ходить в разы больше людей все бы огородники туда поперлись потому что гильдиям уже нечего отжимать у простых игроков нечего загребать под себя поэтому никакого профита им нет и соответственно этот контент будет свободен абсолютно для всех там будут плавать толпы кораблей все огородники начнут крафтить корабли точить там ставить паруса пушки и так далее просто не пропихнуться будут этих кораблей науки бури но нет корейцы решили ввести туда свои сраные паки с маринитом которые опять же подмяли под себя какая-то одна зерга гильдия которую просто тупо жаба давят делиться этими парками с рандомами мол типа мы здесь топы мы элита а вы здесь просто для нас пикселей мы вообще за людей не считаем идите нафиг на свои огороды вот так по сути происходит на большинстве серверов но это чисто как мне кажется так что насчет вторую часть обновления единственный актуальный контент который будет доступен всем это новые трусы которые будет можно синтезировать все новый босс он забудется буквально там максимум